Вечный любовник, ловелас и сердцеед Владимир Сашальский в богемном мире известен не только своими ролями, но и любвеобильностью. Актёр обладал хоть и фактурной, но вполне заурядной внешностью. При этом его всё равно обожали женщины. Он семь раз только официально водил под венец любимых женщин. О его романах ходили легенды. Ольга Аросева, Нонна Мордюкова, Алина Покровская, Марина Скуратова, Нина Ольхина, Нинель Подгорная, Светлана Сашальская – это все семь жен актёра. У него есть дочь, а когда ему было 70, родился сын, которого нарекли в честь него Владимир. Самого его также назвали в честь деда, выпускника Императорского Александровского лицея статского советника. Родился Владимир в 1929 году в творческой семье. Его родители были театральными актёрами, и актёрское будущее для Владимира было предначертано. Фамилия Володи досталась от матери. Когда он был маленьким, то его родители Борис Федосьев и Варвара Розалион Сашальская, имевшая, судя по фамилии, французско-польские корни, расстались. Тогда мама Варвара Владимировна брала везде и всюду на гастроли сына, так как того попросту не с кем было оставить, а няням она не доверяла. Из-за постоянных разъездов Владимир кое-как закончил школу, к тому же сказалось и военное время. Ему было 12, когда наступила война. Но по литературе и русскому языку у него были прекрасные отметки. Ещё не получив аттестат зрелости, он поступил в ленинградский тюз и закончил его в 1948 году. И три года работал в этом театре. Именно в ленинградском тюзе состоялся его театральный дебют, причём сразу звёздный. Он сыграл Ромео, сразу как будто предначертав себе будущее в личной жизни. Ромео, он останется до конца своих дней. Успокойтесь, Леночка, я его проучу. Спасибо. Леночка, когда же мы поговорим вдвоём? Пожалуйста. А мне и вдвоём хорошо. Когда Сашальского призвали в ряды армии, он отправился служить при Московском подведомственном театре вместе с Алексеем Баталовым, кстати говоря. В Москве Владимир Сашальский так и остался. Его пригласили работать в театр советской армии, которому он останется верен всю жизнь, на сцене которого ему сходу стали доверять ведущие роли. В молодые годы Сашальский, поговаривают, был довольно красив, и девушки толпами ходили на его спектакли. И только стоило молодому актёру появиться на сцене, в зале царила тишина. Девушки, затаив дыхание, следили за каждым жестом Владимира. А вот с миром кино Сашальский не спешил знакомиться. Он больше себя видел театральным актёром, коим были его родители. И в кино он сначала играл проходные роли, настолько маленькие, что его даже не указывали в титрах. Потом пошли эпизодические роли, но со временем его кинообразы становились всё заметнее и заметнее. И вскоре он стал обретать популярность и как актёр кино. Его первыми заметными работами стали роли в картинах «Дуэнье», «Марк Твен против» и «31 июня». А в ленте «Новое приключение Янки» при дворе короля Артура он сыграл главную роль. Всего же в его копилку фильмографии поместилось чуть более пяти десятков киноработ, что на самом деле немало. Помогаем этой девчонке, и она увлекает Антонио, затягивает его к себе в сети, приковывает к себе и тем самым расчищает тебе путь. Кроме того, Владимир Сашальский озвучил много мультфильмов, и маленьким зрителям его голос знаком в «Ну, погоди», «Оргонавтах», «Котёнок с улицы Лизякова» и других. Также он занимался дубляжом фильмов и участвовал в создании киножурнала «Фитиль», очень популярного в своё время. Впервые Владимир Сашальский женился очень рано, ещё до армии, и его избранницей стала актриса Ольга Аросева. У неё в то время была масса поклонников. Все ленинградские художники хотели написать её портрет. Она тогда была тоненькая, как тростинка, с огромными искрящимися глазами и хитрой улыбкой. Но, как известно, ранние браки редко бывают крепкими. Не исключением стал и брак между Владимиром и Ольгой. Уже через год они разбежались. Впоследствии Аросева будет всячески пытаться умолчать об этом браке. Но Сашальский, наоборот, с нежностью будет вспоминать о первой супруге, как о первой своей любви. Второй избранницей Владимира стала Нина Ольхина, приёмная дочь поэта Анатолия Миренгофа, имя которого связывает с любовными связями Сергея Есенина. Но это уже другая история. А вот брак между Сашальским и Ольхиной снова не отличился долговечностью. Володю призвали в ряды советской армии. Он уехал в Москву служить. Их чувства не прошли испытанием расстояния. Уже через месяц после росписи пара рассталась. Но Нина ещё долго после развода носила обручальное кольцо. Видимо, оно для неё многое значило. Отслужив в армии и поступив на службу в Центральный театр советской армии, Сашальский сразу же увлёкся самыми яркими представительницами актёрского цеха – Алиной Покровской, звездой кинофильма «Офицеры», Мария Скуратова и Нинель Подгорной. Последнюю он увёл у коллеги-актера Никиты Подгорного. Нинель известна по роли в фильме «Дело Румянцева». Отношения с Нинель были непростыми. Сначала у них был роман, потом они расстались. Владимир связал свою судьбу с другой актрисой – Марией Скуратовой. Но потом Сашальский вернулся к Нинель, а она его приняла. И к тому моменту она окончательно развелась с мужем, актёром Никитой Подгорным. И у них с Владимиром родилась дочь Екатерина. Сколько будет стоить? 25. Сколько? С меня, если инспектор увидит. Но через время Владимир развёлся и с красавицей Нинель Подгорной, потому как в его жизни появилась Алина Покровская. Она мечтала о детях и тихой семейной гавани. Он же попутно крутил романы, пользуясь лаврами славы и популярности, которых он сполна достиг к тому моменту. А потом попытался построить отношения с Нонной Мордюковой. И тут надо заметить, они составили интересный союз, его аристократическое рыцарство и её звонкая простота. Но вместе с Нонной они прожили только полгода. И все эти полгода Нонна Мордюкова разбирала стенку между кухней и комнатой. Ей было мало места в его однокомнатной квартире. И она пыталась расширить пространство, так как у них часто бывали гости. Но как только работы по перепланировке квартиры закончились, закончились и их отношения. Видимо, только это и сближало супругов. Мама актёра Варвара Владимировна боготворила сына и принимала всех его женщин. Старалась с каждой найти общий язык. Приняла она и внучку Екатерину, сказав «наша кровь». Внука Владимира, рождённого в 1999 году, она уже не застала. Последней любовью Владимира Сашальского стала Светлана, работница всё того же театра Советской армии, заведующая репертуарной частью. Избранница была на 31 год младшая актёра. Они сочетались с узами брака, и когда Сашальскому было уже 70, он вновь стал отцом. Но вскоре радость отцовства и семейной жизни с молодой женой омрачилась ухудшением здоровья актёра. Врачи у него диагностировали онкологию, и с каждым годом здоровье стремительно ухудшалось. Он стал гаснуть словно на глазах, а последние месяцы жизни и вовсе вынужден был провести в хосписе, так как ему требовался специальный уход, который в домашних условиях обеспечить было невозможно. Актёр ушёл из жизни на 79 году, в 2007, а в 2019 умерла и его последняя жена Светлана. Ей было всего лишь 59 лет. Балагур и дамский угодник. Владимир Сашальский прожил долгую и очень насыщенную жизнь, сыграл множество ярких, запоминающихся ролей, достиг огромных успехов в карьере, и все его избранницы сохранили о нём самое тёплое воспоминание, несмотря ни на что. Он не умел наживать врагов, умел дружить и, уходя, всё оставлял своим жёнам. О себе Сашальский говорил так. «У меня всегда было такое правило. Если влюбляюсь, сразу же ухожу к любимой женщине. Никаких метаний, никакой лжи. Возможно, именно поэтому он и женился целых семь раз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова